Эта история началась в 2014-м в Лондоне на торгах знаменитого дома Сотбис. Тогда с молотка ушли несколько картин мастеров соцреализма из коллекции Союза художников СССР, причем за баснословную для советского искусства сумму в 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Продавцом выступила правоприемница организации Международная конфедерация Союзов художников. Туда 25 лет входит и Беларусь. Покупатель, как и принято в этих домах, неизвестен. Но после объявления продано. В России, где находится вся коллекция, заговорили о незаконности сделки. Судебное заседание и помощь по Российской Федерации объявляется открытым. В исковом заявлении, поданном от лица Министерства юстиции России, обвинение в разбазаривании культурных ценностей, нарушение при их вывозе и неуплата налогов. Ведомство просит суд не просто изъять в доход государства всю коллекцию, а это 50 тысяч произведений искусства, но и закрыть общественную организацию. Художники все претензии отрицают. Утверждают, решение о продаже было принято коллегиально всеми 12 странами-участницами конфедерации. Документы были оформлены верно. Налог от продажи 45 миллионов российских рублей в бюджет России уплачен. Конгресс дал согласие на вывоз этих работ из списка. Когда, так сказать, госпошлину нам квитанцию дали, мы по ней оплатили. И на основании оплаченной госпошлины нам выдали разрешение. Официальное, законное разрешение, оформленное на гербовой бумаге, с печатями, все как положено. Сейчас коллекция изъята и опечатана. Экспозиционные залы на скорую руку заполнили картинами современных художников. Работы наших, Михаила Савицкого, Леонида Щемилева, Василия Шаранговича, увидеть невозможно. Говорят, что в экспозиции они были на видном месте. Ведь в Москву из республик всегда привозили лучшее. После распада страны собрание Союза художников решили считать единым и неделимым. Оно целиком перешло в ведение Международной конфедерации. Потом уже во времена независимости сами страны выбирали, что передавать в собрание. У всех была возможность использовать произведения искусства и всю инфраструктуру бывшего Союза художников СССР для организации национальных выставок. За это каждая страна, в том числе и Беларусь, платила ежегодные взносы. Настоящей причиной судебного разбирательства, то есть главным активом для ИСОВ, конфедерация называет свои здания. В первую очередь центральный дом художника на Крымском валу. Это 10 тысяч квадратных метров площадей в центре Москвы. Покушения на ЦДХ начались еще в 2008-м. Тогда здесь хотели построить бизнес-центр и гостиницу. После протестов представители культуры проект завернули, но несколько залов отдали третьяковке. А сейчас хотят забрать не только оставшуюся у художников часть исторического здания, но и вообще все. Производственное помещение, комбинат, предприятие по производству подрамников и красок, ну и коллекцию, которую, к слову, собирали по всему бывшему Советскому Союзу. Те, кто пополнял и хранил коллекцию, теперь недоумевают, почему когда-то общее собрание должно стать исключительно российским. По документам организации, каждая из 12 стран-участниц Конфедерации принадлежит 11% от всего имущества. Вопрос раздела коллекции никогда не рассматривался, и поэтому право управления активами со времен Союза осталось у Москвы. Но в случае удовлетворения иска Минюста и обращения ценностей в доход России, белорусы хотят свое вернуть в республику. Если не удастся захавать там, попробуем захавать тут. Но если и этого не удастся, нам в судовом порядке, таким чином, мы должны забрать свое. И тут я различаю иногда помогу державных институций. Убезумовно сегодня я проинформовал министра культуры. Первое слушание дела по существу прошло с представлением аргументов сторон. Никакого решения пока не принято. Следующее заседание Верховного суда России назначено на 12 июля. Светлана Корольска, Александр Матяс, Наши новости, Москва, Минск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова